Первый посетитель пришел с жалобой. Несколько лет назад поставил торговую точку, продавал фрукты и ягоды. Хозяин участка, разрешивший поставить торговую палатку, сейчас не может подтвердить разрешение. А в попытках отставить правду, анапчанин нажил инфаркт. Чем кормить семью, тоже не знает. Решение мэра Анапы Сергея Сергеева готово сразу изучить, разобраться и помочь на общих законных основаниях. Если кто-то придет на это место, тоже. Мы тоже не разрешили. Если не положено. А если положено, будете торговать. Но не я решаю. Я не закон и не царь и бог. Я исполняю законы на территории. Закон и понимаю, почему там и нет. Там же поставили павильон, там и нет. Но я разберусь. Если торговую точку можно поставить, ее поставят. Если нет, никто не займет это место. Закон один для всех. С проблемой двойного стандарта на прием к мэру Анапы пришел Анатолий Иванович. Попросил разрешения у специалистов Гургаза провести газовую трубу к дому. У соседей слева и справа дома несколько лет назад газифицировали. А у пенсионера до сих пор нет газа. Вот он сам домик с гаражом. Все разрешающие документы у меня есть. Но меня газ не признал. А что Гургаз сказал? Отказали. У нас труба не стандартная, как они выражаются. У нас нет давления трубе. У нас не запланирован по вашей улице газ. Ну вот в таком ракурсе не отказали газ. И тут же, тут же, сразу, в начале улицы молодежной газифицируют дом. Случай нестандартный, но верное решение здесь одно. Мэру Анапы Сергей Сергеев уверен, сначала надо разобраться и выяснить, можно ли подвести газ. И если причин для отказа нет, почему этого еще не сделали? И почему один закон так по-разному звучит для людей? Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Игорь Куршаков. Анапа. Регион.